Всем привет! С вами инспектор Гаджет, ваш верный полупроводник в мир штуковин, которые делают нашу жизнь интересной. Ну, например, вы едете в метро, хотите спать, а рядом никто не сидит. Я согласен, это не очень удачный пример. В московском метрополитене, наверное, только рядом с машинистом никто не сидит. В общем, едете вы, и под стук колес подъели слышные разговоры пассажиров. И под молодой человек, не придерживайте, пожалуйста, двери, потихонечку начинаете засыпать. И, как обычно, все портит голова, потому что она вечно вот заваливается, куда-то падает. Так вот, в Японии придумали куртку, воротник которой надувается маленьким электрическим насосом. А потом вы можете спать хоть до самой конечной станции, особенно на кольцевой линии. О таких любопытных изобретениях мы и будем сегодня говорить. Начнем, пожалуй, с устройства, которое пригодится всем, у кого есть что заряжать. О чем с сексом и рассказываем. Вы спрашиваете, почему секс? Потому что говорим секс, а подразумеваем удовольствие. APC Mobile Power Pack UPB-10. Карманный UPS. Универсальный резервный источник энергии для разнообразных изделий. Цифровых камер, смартфонов, мобильных телефонов, коммуникаторов, КПК. Способных получать питание через USB-порты. Эта штука позволяет подзарядить аккумулятор, если владелец аппарата оказался вдали от розетки. Сначала, правда, придется позаботиться о том, чтобы подзарядить сам Power Pack. Его нужно часа на четыре подключить к сети. После окончания процедуры подзарядки он подаст сигнал. Далее берем кабель, подключаем телефон, плеер или коммуникатор к карманному UPS-у и вуаля! Ждем, пока он зарядится. Уровень, оставшийся в блоке энергии, можно посмотреть, нажав кнопку на передней панели. Свечение белой полоски наглядно показывает остаток заряда. Стоит недорого – 50 долларов. Единственный недостаток – использовать этот гаджет смогут только владельцы устройств, которым можно подключить питание по USB. Скажем, с коммуникатором и ТЭН проблем не будет, а вот с iPhone придется повозиться или запастись переходничком. Заряженная батарея Mobile Power Pack смогла поддержать жизнь тестового коммуникатора около 7 часов, в то время как заряда встроенной ионно-литиевой батареи хватило только на 3 часа работы. Mobile Power Pack не позволит владельцам мобильных устройств с питанием от USB и встретиться с проблемами при неожиданном истощении заряда основной батареи. Большое спасибо моему внутреннему голосу за подробный рассказ. Вам понравилось? Если нет, придется пустить газ. Повторить вопрос? Ну да ладно. Самым популярным гаджетом в мире является мобильный телефон. Причем камеры, синхронизации с ПК, Bluetooth, сенсорным дисплеем, GPS-навигатором уже никого не удивишь. Ну а если у тебя Siemens A35, то в современном мире ты вообще... В общем, те, кому надо, меня понял. На земле одним телефоном стало больше. О нем так и рвется рассказать мой внутренний голос. Sony Ericsson P1i. Смартфон бизнес-класса. Аппарат весьма необычный. Первое, что бросается в глаза – оригинальная клавиатура. Она алфавитная, выстроена по принципу «одноклавиша для двух букв». Клавиши сделаны по принципу «качельки». Реагирует на нажатие с каждой стороны, вводя одну из двух букв, нарисованных на кнопке. Вообще, букв бывает и больше, если нажимать еще и клавишу Alt. Набирать текст не так удобно, как на полноформатной клавиатуре, но проще, чем на обычной телефонной цифровой панели клавиш. Если присмотреться, то видно, что на клавиатуре нет английских символов. Поначалу это смущает. Вообще, латиницу можно ввести с клавиатуры, но намного удобнее и проще использовать рукописный ввод. В смартфоне реализована просто отличная система распознавания. Рисовать на экране буквы можно даже одной рукой, не доставая стилус. Держим телефон в руке, большим пальцем рисуем слово, буквы появляются в поле ввода или текстовом окне. Интерфейс хорошо продуман. Все нужные функции под рукой, все ненужное скрыто от глаз. Аппарат субъективно весьма быстрый, а наличие сенсорного экрана делает его куда удобнее, чем смартфоны Nokia, где человеку приходится буквально насиловать клавиатуру, вместо того, чтобы просто ткнуть пальцем в нужную кнопку. В смартфоне имеются средства для работы с документами Microsoft Office, электронной корреспонденцией, просмотра интернета. Предустановлен браузер Opera. Из недостатков отметим разве что недостаточное количество программ. Это важно, когда речь идет о смартфоне, поскольку именно возможность установки дополнительного софта позволяет реализовать его потенциал. Sony Ericsson P1i построен на довольно специфической версии Symbian OS с малораспространенным интерфейсным модулем UIQ, тогда как большинство программистов пишут софт для нокиевской версии, Series 60 Symbian. В итоге, скажем, нормальной читалки электронных книг для P1i нет. Есть только кривой и неудобный моби-покет. И все же этот смартфон – отличная штука для продвинутого любителя гаджетов. В этой модели нет ничего лишнего. Создавая аппарат, конструкторы явно ориентировались на образ многоопытного пользователя, который не нуждается в разнообразных свистульках и погремушках, а хочет иметь эффективный инструмент для работы. Есть у P1 еще один изъян. В этом аппарате лишь две игры – гольф и еще что-то напоминающее Тетрис. Причем при их загрузке телефон интересуется – не отключить ли звук? Создатели как бы намекают – не стоит играть со звуком на важном совещании. Сразу видно – бизнес-телефон. Переходим к следующему девайсу. Карманный компьютер Xeon Series 5 MX – штука уникальная. Эта машинка, можно сказать, предок платформы Symbian. Компания Psyon была одним из основателей Symbian, так что все сегодняшние смартфоны и коммуникаторы Nokia и Sony Ericsson – ее далекие потомки. Вся платформа Symbian выросла из операционной системы Epoch, которая использовалась в Xeon Series 5 MX. Много-много лет назад, когда железки с Windows Mobile, тогда она еще называлась Windows CE, были здоровенными, тормозными и глючными, Psyon Series 5 MX был изящным, скоростным и сверхнадежным. Кормился от пары батареек 2А. Работал чуть ли не месяц. Имел просто отличную клавиатуру. Удобство клавиатуры Psyon, кстати, и сегодня остается непревзойденным. На ней можно работать даже вслепую, а привычный юзер печатал на ней даже быстрее, чем на обычной – настольной. Экран монохромный и подслеповатый. Это был главный недостаток Psyon. Положение отчасти спасало подсветка. Машинка работала под операционной системой Эпок Релиз 5. Очень удобная и шустрая система. Несмотря на довольно слабый процессор, всего 38 МГц, Psyon с легкостью делал тогдашних конкурентов на Windows CE по общей скорости работы. Для интернета в нем можно было использовать специальную версию опера. Вокруг этой машинки образовалось целое сообщество. Они называли себя «зышшштовцами». Если набрать Psyon, не переключив раскладку клавиатуры, то получится «зышшш». И поклонники «зышшшта» не отказывали своим любимцам ни в чем, заказывая даже стилусы из драгоценных металлов. Вот такой пример, как Mabi Stilus Gold. По размерам он соответствует стандартному перу Psyon Series 5 MX. Перо изготовлено из белого и желтого золота – 700-й пробы. Масса 17 граммов, что приравнивается к 0,55 тройской унции. Ищ, пыгны, эрфеи, фэдэды. При подготовке сюжета ни один стилус не потерялся. А этот 17-граммовый золотой браслет на моей руке – просто подарок. И помните, с вами был Инспектор Гаджет. Я докопаюсь до правды. Чмоки!